Кыргызское телевидение начало свое вещание в 1958 году. Видеоматериалы того времени с самыми первыми выпусками новостей передач бережно хранятся в архиве. Конечно, за эти десятилетия изменилось многое. Изменился формат вещания, да и само телевидение преобразилось. Сегодня в Кыргызстане успешно вещают не один десяток крупных и мелких телерадиокомпаний. Но начало телевидение в стране было положено именно здесь, в ныне именуемой общественной телерадиокорпорации. В последнее время на общественном канале происходят заметные изменения, интересные передачи, эксклюзивные новости. Включая ваш канал, я всегда получаю позитивную энергию. Вся моя семья просыпается вместе с общественным каналом. Именно с помощью вас получаем первые новости и все самое интересное. Я думаю, ТРК является своего рода рупором и мостом между государством и его народом. В последнее время на общественном канале происходят заметные изменения. Становится все более разнообразным не только контент-канала. Впервые за десятилетия существования корпорации в ее здании происходят радикальные ремонтные работы. Рабочие места сотрудников обретают современный стиль. Новая концертная студия, запущенная недавно, пока не имеет аналогов у соседей по региону. По словам гендиректора ОТРК, такие изменения только начало большой работы. Видите вход, да? Вот один человек только сидит. Раньше было так, вот я есть, есть один, два, три заместителя есть. И у всех троих заместителей были вот точно такие девочки, которые сидели. Вот. И у меня, получается, и четыре, пять человек обслуживали. У меня, кроме этого, еще были советники были, в принципе, телохранитель, водитель, помощник. Вот. Так что куча людей меня обслуживали. Ну, на самом деле, это все, ну, так скажем, наверное, излишки роскоши, а она, на самом деле, и не нужна. Мой кабинет был, примерно за него вот раз, два, три пролета. Видите, вот эти три огромных пролета, это был мой кабинет. Он закрыт, он был огромный, большой, с комнатой отдыха и так далее. А из них получился вот три очень больших, просторных кабинета. Вот такой стол был, конференц-зал, он был только у генерального директора, больше ни у кого такого не было. Вот. А сейчас, на сегодняшний день, видите, здесь стоит расписание, и любой человек, любой сотрудник, если у него встреча есть, он может прийти, расписать, написать, забронировать и здесь проводить свои встречи. То есть это, на самом деле, абсолютно нормально. Журналисты корпораций всегда находятся в курсе самых важных и интересных событий страны. За 57 лет смонтированы миллионы сюжетов и тысячи авторских программ. Изменилось многое, в том числе формат и введение передач. Я работаю на КТР и вижу, как он меняется год от года. Появляются новые, современные студии. Внедряются компьютерные программы, которые позволяют делать новости более оперативно и профессионально. Идет обновление техники. И это очень приятно видеть это и приятно здесь работать. Сегодня ОТРК – это медиахолдинг, в который входит несколько каналов. Кроме основного, есть такие каналы, как «Баластан», «Музыка» и «Мадонят». В ближайшее время состоится открытие спортивного канала, где будет транслироваться соревнование местного и мирового уровня. Так что открытие спортивного канала ждут не только коллектив КТРК, но и телезрители. Теперь фанатам футбола можно сидеть дома и спокойно смотреть матч. Руководство ОТРК сегодня активно работает в направлении открытия еще одного важного информационного канала. Предполагается, что это будет круглосуточный новостной канал, освещающий происходящие в стране и в мире события и новости все 24 часа в сутки. Наш ресурс, который сейчас имеется в плане журналистов, корреспондентов, которые работают на КТРК, в частности, в информационной программе «Алато», с этим могут справиться. Наши журналисты достаточно мобильные, оперативные, и они умеют быстро работать и качественно. То есть, если задача будет поставлена, они сделают это, я думаю, без труда. Поэтому в этом плане у меня нет никаких сомнений или каких-то там боязней какой-то, что наши журналисты с этим не справятся. Считаю, что это хорошее начало для плодотворной и последовательной работы. А в преддверии Дня Кыргызского телевидения хочу пожелать поздравить всех работников средств массовой информации с праздником, ну а также пожелать им чистого эфира, хороших новостей и преданных телезрителей. Сегодня телевидение и радио по-прежнему остаются одними из главных источников информации – развлечения, познания для своих телезрителей и радиослушателей. Несмотря на то, что интернет активно вошел в обиход многих жителей планеты, представить свою жизнь без телевизора или радиоприемника по-прежнему сложно. Так что с днем рождения телевидения и радио и долгих вам лет жизни на пользу своим почитателям. Субтитры создавал DimaTorzok